Ребят, всем привет! Надолго с вами мы не прощались, да? Да, у нас так уже прохладненько, я уже всё в тёплом домашнем костюме. Слышно, видно? Всё, спасибо, здорово! Пишите вопросы, а я пока, ребят, знаете, на какую тему хотела бы сегодня поговорить с вами на тему себя. Что значит на тему себя? Я с ребятами, когда общаюсь с вами, когда общаюсь, на каких-то, особенно когда на личных встречах. На личных встречах это чаще всего не про консультации, я именно говорю, а те встречи, когда организовываются, либо живые встречи, либо вот в поход мы ходили, да, либо на дольмены ездили. Вот те встречи, где можно повзаимодействовать в такой неформальной обстановке, и она не просто неформальна, а когда вы пришли не просто со своим каким-то там запросом, что я сейчас вот ей там список написала, сейчас я там всё зачитаю, и мы будем это прорабатывать. А именно то состояние, когда ты вроде бы занят собой, то есть пошёл в горы, пошёл на дольмены, пошёл там на водопады, там ещё что-то, и в то же время ты видишь, как окружающие, я, ещё кто-то, находятся тоже в процессе, в абсолютно естественном процессе, когда никто не хочет перед кем-то выглядеть как-то как-то по-иному, когда каждый занят собой, как поставить ногу, как шагнуть на камень, как спуститься, как подняться, как увидеть эти красоты, успеть оторвать взгляд от того, что там под ногами, как проговорить, как увидеть какой-то новый луч, который там освещает эту гору, и когда ты вот в этом процессе, у тебя наступают естественные, естественное восприятие не только внешнего мира, но и себя, что немаловажно, и когда у тебя выходит вот это вот состояние самого себя, то получается ты раскрываешь те моменты, которые тебе кажутся обычными, обыденными, логичными, и что тебе кажется, что это твоя жизнь, но когда со стороны на это смотришь, когда со стороны это видишь, когда со стороны это тебе проговаривать начинают с другой грани, которую ты не замечал, у тебя просто начинается вот этот фонтан, у тебя просто начинается вот эта вот феерия, и очень часто ребята начинают говорить, вот я хочу приехать там, не важно куда там, на ретрит, на встречу, на какие-то свои мероприятия, абсолютно не важно, связано это со мной, либо не со мной, но очень часто я хочу и я делаю, как правило, это вообще два разных пункта назначения, как правило, это вообще два разных состояния самого себя, и когда начинаем проговаривать, ну как бы, а хочу, почему это не тот же пункт назначения, где и делаю, где и могу, где и сделал, где и восхитился, где и там проработал, нашел, еще что-то, не важно, и очень часто вы задаете такой вопрос, вернее, не задаете вопрос, а ставите в аргументацию то, что ну не сложилось по финансам, не сложилось по не смог или не смогла оставить семью, не с кем было там оставить детей, там уезжал муж, жена, еще что-то, и ты начинаешь придумывать, вернее, не придумывать, а вытаскивать из своей картины мира те факторы сопутствующие, почему ты не пошел к себе, и тебе это кажется настолько логичным, тебе это кажется, что это твоя жизнь, тебе это кажется, что это твой мир, а нам когда кажется, что это наш мир, что это наша жизнь, тогда, когда мы себя чувствуем там хозяином, когда мы чувствуем, что там это мое, я там значим, я вот все вот это вот сделал, это знаете, как в квартире, когда особенно женщина, ну и даже и мужчина, когда переезжают в свое жилье какое-то, неважно, съемное, купленное, там какое-то, и начинают под себя его делать, то есть повесили шторки, там купили там какую-то новую мебель, какие-то коврики, посуду, ложечки, тарелочки, и вот это вот, начинают вот эти вот какие-то мелочи вкраплять то, что хочется тебе, и тебе кажется, что ты пришел в свое жилье, тебе кажется, что вот это вот мое, я здесь все сделал своими руками, все сделал под себя, и твой мир точно такой же, тебе кажется, что ты все сделал под себя, тебе кажется, что ты все сделал своими руками, но когда ты начинаешь прям хвататься за это, когда ты понимаешь, что ты не можешь прийти к самому себе, у тебя случается очень много разных ситуаций, у тебя случаются ситуации, там сгорел дом, переехали в срочном порядке, дали какую-то новую работу, должность, что нужно бросить, то, что ты там обустраивал, неважно что, и точно так же происходит и с твоим миром, ты становишься несчастным в своем мире, потому что ты не можешь найти себя, ты не знаешь, каково это быть собой, ты все время не можешь увидеть, услышать, прочувствовать от своих близких, для которых ты повесил в своем мире эти шторки, для которых ты купил вот такую вот посуду, для которых ты сделал еще что-то, ты не можешь получить этой отдачи, и ты начинаешь от этого волей-неволей страдать, ты начинаешь чувствовать эту боль, но боль-то ты начинаешь чувствовать по факту не от того, что они так себя позиционируют, а потому как ты себе придумал этот мир, а что значит придумал этот мир, да потому что в этом мире нет никого, кроме тебя, нет ни ложечек, ни тарелочек, ни шторок, ни ковриков, ни мебели, есть только истинный, тотальный ты, и когда твой человек, твой близкий, твой мужчина, либо твоя женщина, когда они смотрят на тебя, они тебя не интерпретируют с этими шторками, с этой посудой, они тебя не расценивают, не рассматривают через призму выстиранного белья, а они на тебя смотрят на тебя самого, какую ты энергию несешь, когда ты улыбаешься, что тебя радуют, что тебя обижают, когда ты смеешься, когда ты присматриваешься, когда ты прислушиваешься, когда ты аккуратничаешь, и вот в этом ты, И партнер на тебя смотрит через вот это восприятие. Он может не всегда это осознавать. Он может думать, что там, ой, вот она так красиво одета, и у него так все подчеркнуто, или у него. И вот поэтому вот он такой. А по факту ты же далеко туда залезаешь, и ты понимаешь, что тебя там что-то цепляет, либо не цепляет. Но всегда это внутри. И когда ты не видишь отдачи от своего партнера, это говорит лишь о том, что ни партнер не увидел, что в тебе. А ты-то не знаешь, кто ты есть. Ты все свои силы тратишь на новый дом, на мир, мнимый мир, которого нет. Но ты никогда не можешь выстроить свой мир, пока ты не узнаешь стержень самого себя, пока ты не узнаешь, кто ты есть. И ты все время будешь болеть. Болеть душой, болеть духом, болеть телом. У тебя все время будет где-то ныть. Ныть от того, что вроде бы все замечательно, вот вроде бы все хорошо. И погода хорошая, и место хорошее, и люди меня окружают великолепные, и работа ту, которую я хотела. Но все время где-то ты стоишь на каком-то пороге, не заходя в свое тотальное счастье. И вот чтобы зайти в свое тотальное счастье, нужно найти себя. И пока вы себя отговариваете различными-различными какими-то прибаутками, что не получилось, нет денег, нет возможности, не с кем оставить детей, мужа, жену, еще что-то, это всегда вы на подсознательном уровне оттягиваете себя от себя. Вы все время себе говорите, ну что мы, ну мы с тобой квартиру, вот смотри, как обустроили. Мир смотри, как обустроили. Шторы какие у нас красивые. А ты сейчас найдешь себя, и тебе этого ничего не нужно будет. И все это будет впустую. Столько лет всего, столько лет трудов, столько лет какого-то уюта, быта, формирования чего-то, это будет впустую, потому что когда ты есть цельный у себя, тебе это не надо. Но по факту ничего не происходит в нашей жизни впустую. Ни одного мгновения, то, что с нами происходит, не происходит впустую. И когда вы это осознаете, осознаете вы только это через себя. Вот тогда вы выстроите не свою квартирку, не свой домик, а своё пространство. То есть вам не нужно будет в пространстве самого себя, вот в этом вот, выстраивать какой-то маленький загон, даже замок. Это всего лишь замок в пространстве. Стань этим пространством. Сделай то, что ты уже к чему-то готов. Найди себя. Найди на себя любые ресурсы, чтобы прийти к себе. И только придя к самому себе, только структурируя то, что у тебя есть внутри, свою ДНК с фантомным светом, только после этого ты сможешь познать истинность Я. И тогда тебе не нужно будет делать свой уголок или закуток. Ты будешь тем пространством, в котором есть всё. И тогда все твои близкие, тебе не нужно будет от них что-то ждать. Когда ты без ожидания, тебе великолепно, уже великолепно. Почему так многие любят сюрпризы? Вот ты, например, идёшь и тебе кто-то... Вот ты идёшь там, задумался о чём-то. И тебе просто какой-то прохожий подходит и говорит, вам цветочек. И тебе приятно. Ты думаешь, боже мой, какая прелесть. Как это здорово. А если бы у тебя были ожидания, блин, ну почему мне никто не дарит цветы? Почему вот у меня вот такого вот нет? И ты себе уже там нафантазировал, и тебе подходит и дарит цветочек. И ты думаешь, блин, пипец, цветочек. Даже букета не подарили. Понимаете, как это? Через ожидания. А когда у тебя нет кому-то ожидания, потому что ты изобильный, у тебя уже... Ты уже в цветах весь живёшь. Как может тебя разочаровать каким-то поступком, действием, осознанием? Хоть чем? Кто-то любой другой, любой другой никогда не может, никогда не сможет. Потому что у тебя уже это всё есть. Тебе не нужно восполняться через него. Но прежде чем у тебя будет всё вот это, ты должен к себе прийти. Не уходить от себя. Я не смог приехать. Я не смог сделать. Я не смог это. А прийти к себе. И это уже про другое. Насколько ты готов выйти из своего загона. Насколько ты готов увидеть всех, всё своё окружение не через окошко со шторками, а через себя. Ой, спасибо за сердечки. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Так, Виктор, я вот о таких, о еде, то, что касаемо каких-то моментов, я это буду говорить на марафонах на различных. Я не вижу смысла этим, про это говорить вот здесь, вот в открытых эфирах. я думаю, что это уже такая детальность. И вот эта вот детальность, вот структурирование к чему-то прийти, я думаю, что она уже должна быть как-то у нас с вами в другом подразделе. Ребят, просьба поставить лайк под эфиром. Да, здорово будет. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребятки, задавайте вопросы. Сейчас я на секундочку буквально. Спасибо за сердечки. Добрый вечер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребят, задавайте вопросы. Ох, как у нас эфир отстает, да? Я уже здесь, а меня еще нет. Как прошел сегодняшний день? Спасибо за сердечки. Как прошел сегодняшний день, но кусочек тренировки я вам выставила. У нас еще был на сплочение класса, у нас в классе 11 ребят учатся у младшего сына. И на сплочение класса у нас сегодня был такой, мы придумали родители, чтобы сделать конкурс между детьми и родителями. Вот, и я завтра смонтирую ролик и выставлю вам, чтобы вы посмотрели, как это у нас происходило, веселый старт наш. Вот, поэтому все вот только недавно, если честно, домой не так давно приехала. Получается, все время в каких-то разъездах. Да, ребятки, давайте задавайте вопросы. Я сегодня хотела такой очень коротенький эфир, потому что хотела успеть еще позаниматься с сыном на гитаре до 11 часов по нашему времени. Поэтому, если вопросов у вас не будет, я просто знаю, что на ютубе немножечко с опозданием идет. Сейчас дождемся, пока дойдет вопрос про мои вопросы. И, если что, будем заканчивать. Я, конечно же, вас жду. Вот, жду, потому что сейчас у нас завтра начинается марафон по депривации сна. По депривации сна в марафоне мы не будем говорить про еду. У нас там вообще, дай бог, успеть за эти пять дней сказать то, что я бы вам хотела сказать. Потому что там очень много моментов, очень много тех моментов, когда то, что связано с кровью, то, что связано с ночным потреблением еды, то, что связано с ночными вибрациями, то, что связано с решением. Когда мы принимаем решение, вот вечером мы там сидим и такие, все, с завтрашнего дня я начинаю вот это вот. То есть ты все уже жестко решил. И утром вроде идешь, идешь, идешь. И в определенный момент, в определенный час у тебя срабатывает раз. И ты такой, ну, я еще немножко не готов. Я еще немножко не дочистился, не докушался. А вот еще схожу на день рождения, еще схожу вот это. И с завтрашнего дня. Что происходит в этот момент? Вот эти все моменты я хочу успеть поднять за эти 5 дней. Если кто-то не сможет присутствовать, вы можете купить это как в записи, так и просто присутствовать и в записи пересматривать, когда вам будет удобно. Вот, потом по пранофиту я готовлю марафон. Ну, как готовлю, он у меня уже, в принципе, там все есть, расписано. Там мы будем говорить, что когда мы уходим на другой тип питания, на любой другой, у каждого свой тип питания. Когда мы уходим на другой тип питания, когда у нас за счет этого высвобождается энергия из организма, из тела, из физического тела. Что нам нужно сделать? Какие нам нужно добавить травки? Какие нам нужно добавить упражнения, чтобы вскрыть генетическую память? Как она вскрывается? Почему? Какой орган за что отвечает? Вот это вот будем вытаскивать. То есть это будет прямо с физикой, с физикой связано. Потом у нас будет марафон, деньги это просто. Это когда мы будем, когда вот это вот понимание, что ты не раздельная энергия от денег, что тебе не нужно зарабатывать на что-то. Тебе нужно научиться отдавать на что-то. Это абсолютно другие моменты. И про это мы поговорим. Про это поговорим, почему идут сложности принятия, Почему идут сложности принятия денежных средств, любых финансов. Когда-нибудь задумывались, почему я не могу принять. Ни ко мне не идут деньги, я не могу принять. Почему? Какой стопак стоит? И вот эти моменты мы все разберем. Что там еще будет? Не знаю, я их специально вот так вот порезала, чтобы каждый отвечал за что-то, чтобы вам было удобно из них вытаскивать то, что вам актуально на данный момент. Все есть в топлинке, все есть. Если вы нужно что-то спрашиваете, у администраторов есть. Ну и конечно же, ребят, в Москву, в Москву с огромным удовольствием с вами будет встреча в Белых облаках у администратора. Все контакты, все она подскажет, все расскажет. Потом в Москве у нас ретрит, тоже с огромным удовольствием. И в Сочи потом. Вот, и после сочинского ретрита у нас только заявок поступило на, ну не заявок, а что кому-то понравилось, кто-то не успел, кому-то мало было времени, чтобы увидеть эту информацию, что мы ходили на Красную Поляну в горы. Вот, и у нас будет после сочинского ретрита мы сразу же выезжаем на Красную Поляну, там по-моему на 3 или на 4 дня что-то такое, тоже через администратора. Вот, можете после ретрита, можете вне ретрита, это уже на ваше усмотрение, не обязательно ехать и на ретрит на Красную Поляну, можете что-то одно выбрать. Вот, и там будут другие процессы, то есть на ретрите будут одни процессы, на поляне будут абсолютно другие процессы, потому что горы, они дают абсолютно другой, другой энергообмен. Поэтому сразу же проговариваю, что присоединяйтесь, и кто хочет какую-то информацию, все то же самое, либо через администратора, либо через топлин. Так, Виктор, молодец. Вот у Виктора смена питания произошла, да, пока? Твои эфиры очень поддерживают, благодарю, мне это очень приятно, значит я понимаю, что вам это актуально, поэтому я это и делаю. Жду очень этот марафон, не представляю даже, как это будет, я сама не представляю, как это будет. Посмотрим, посмотрим с вами. И я думаю, что там еще сделаем какие-нибудь, даже, может быть, какие-нибудь розыгрыши сделаем обязательно в каждом марафоне. Вот, очень жду и много вопросов. Ребятки, если нет боль, спасибо огромное за сердечки, прям очень приятно. Да, если кому-то резонирует информация, то и в записи тоже поставьте пальчик вверх, потому что он тоже дает возможность продвижения, продвижения эфира. Вот, и может быть, кому-то еще тоже будет эта информация актуальна. Да, мне в Телеграме продублировали вопрос. Про, мне его уже очень много дублируют, постоянно. Видимо, он так у кого-то триггерит. Про фильтра. Ребят, у меня сейчас нет фильтров. Он иногда выстраивает свет, и он выравнивает лицо. Если я сделаю немножко подальше, он спадает. Видите? Вот, у меня эта программа выстраивает свет. Вот сейчас я без фильтра. Вот без фильтра. Вот, я как бы не особо сильно отличаюсь фильтра и без фильтра. Просто фильтр, он выравнивает свет. Он не делает глаза другие, нос другой, губы другие, форму лица другую. Он просто немножко выравнивает свет. Поэтому, ну, вот я вот такая. Такая, какая есть. Так. Благодарю, что выходишь в эфире. Приятной игры на гитаре. Так, Светлана, нет, я про политику и про религию, естественно, я ничего в прямых эфирах говорить не буду. Это я только могу сказать, либо на живых встречах, где без камер, свое видение, те знания, которые мне пришли, что и как, либо на ретритах. В прямых эфирах, конечно же, нет. У нас сразу же канал, мы сразу же с вами лишимся канала. Поэтому нет. Давайте, ребятки, если еще есть вопросы, то я с огромным удовольствием отвечу. Вопросов больше нет. Ребята, слушайте, если кто-то живет в Сочи или в близлежащих городах, если кому-то нужны котята, так как мы все равно, я очень часто езжу, и мы все равно же живем, знаете, в частном доме, в съемном доме, вот это вот мальчик, вот такой вот рыженький, если кому-то нужно. А вот это вот пушистая, но она прям вообще такая, вот это девочка. И мы с огромным, ну не с огромным удовольствием, мы к ним уже привыкли, но я понимаю, что ну куда ей. У нас шпрота большая наша девочка. Тоже, она, конечно, уже с нами остается. Поэтому я вот вам... Нас, видите, нам как бы хватает. Вот, поэтому... Если кому-то нужно котят кармических, заряженных на счастье, то, ребят, берите. Мальчик вот он такой, он все время мурлычет. Да. И девочка пушистенькая, такая ласковая, она прям совсем ласковая. Отпускаем. Все, ребят. Рыжие к деньгам, берите. К деньгам, к счастью, берите. Они прям вообще клевые. Я бы, конечно, их не отдавала, но это для них тоже не очень хорошо. Потому что мы все время где-то ездим. Вот они такие. Они все время с вами будут. Куда я, туда и они. Пишите. Все, ребят, обняла. Возможно, в субботу у меня будет... Или в воскресенье. В субботу, в субботу, по-моему. Будет одно из мероприятий. Не знаю, пока успею я туда поехать или нет. Потому что работы очень много. Действительно, у меня не всегда успеваю. Поэтому, когда вы спрашиваете, а что ты делаешь ночью? Я ночью, ребят, работаю. Действительно, очень много работы. И с книгой, и с музыкой, и с проектом, новым проектом. Потом попозже вам расскажу, когда он уже запустится. Два проекта еще. Поэтому, если успею, то завтра вам тоже поснимаю. Сделаю коротенький ролик, чтобы вы посмотрели, куда я. Вот это будет в Адлере. Все вам расскажу. Все. Всех обняла. Всем огромное спасибо за сердечки. Задавайте. Если хотите какие-то вопросы задать на личной консультации, которую не могу озвучить, то, пожалуйста. И, конечно же, жду вас на личные встречи. Ретриты, личные встречи. Какие-то походы наши. Потому что у нас походы сейчас очень часто бывают. Все. Всех жду. Спасибо. Продолжаем.